Друзья, всем привет! С вами канал Китайфак. Как вы помните из обзора лазерного уровня Брэссена я говорил, что он пришел с разблокированным компенсатором. Поэтому сегодня давайте проверим его на точность и посмотрим не сказалось ли такая разблокировка в пути на его точности. Напомню, что погрешность у него заявленная 0,5 миллиметра на метр, то есть 5 миллиметров на 10 метров. Так, горизонт будем смотреть прогоняя хвосты по точке, то есть посмотрим середину и оба хвоста по методике. Все хвосты и середина должны лежать в одной точке. А вертикаль посмотрим по ранее проверенному лазерному уровню Firecore F112 Green с зеленым лазерным лучом. Кстати, очень классный уровень. Обзор на него также можете посмотреть по ссылке в правом углу. Так, расстояние у нас до стены замерим с помощью дальномера 5,869, но в районе 6 метров. Кстати, обзор на дальномер можете также посмотреть перейдя по ссылке в правом углу. Классный дальномер с видеокамерой до 120 метров. Так, для начала давайте проверим горизонт, прогоним его по точке. Для проверки горизонта включаем уровень и сначала отмечаем первую точку на середине горизонтальной линии, то есть около вертикали. И далее смотрим хвосты, правый и левый, поворачивая вертикаль на два с половиной метра в одну сторону и потом от центра на два с половиной метра в другую сторону. Давайте сейчас повернем и посмотрим. Оба хвоста должны лежать в этой же точке. Так, вот это правый хвост, он лежит абсолютно также в точке и давайте посмотрим левый хвост. И, друзья, левый хвост у нас лежит также практически в точке, есть минимальная погрешность, но она далеко в допустимых нормах. Теперь давайте сравним вертикали у Firecore F112 green и нашего уровня Brysennan. Так, друзья, вот наши вертикали, видно что они абсолютно идут параллельно друг к другу сверху донизу. Сейчас мы их сведем для большей уверенности. Вот я свел вертикали и они полностью ложатся в друг друга, то есть вот видите красненькое выступает немножко сверху, видно как они ложатся в друг друга. Друзья, итог такой, что уровень, несмотря на то, что ехал с разблокированным компенсатором, то есть он там свободно болтался, на точности это никак не сказалось. Можно сделать вывод, что конструкция компенсатора достаточно надежная. Все ссылки на используемые приборы в этом ролике я оставлю под видео, поэтому переходите и смотрите. Друзья, на этом все, следующее видео будет посвящено обзору лазерного уровня Firecore 3D только с зеленым лучом и с новым алгоритмом переключения плоскостей, поэтому не забываем подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Друзья, ставьте лайки, пишите комментарии, всем добра, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok